Утро на станице. День обещает быть жарким. И хотя полоса у нас северная, здесь и атмосфера, и уклад жизни южные. Это маленький кубанский хутор в Ленинском районе. Атаман Станислав Радченко. Потомственный казак. Мужчины его родовиками держали границу российского государства на замке. В станице Станислав Атаман, а за ее пределами юрист. Когда-то возглавлял службу судебных приставов юго-западному округа столицы. Теперь у него своя адвокатская практика в Видном. Раз в неделю, в Видновчан, Атаман защищает бесплатно. На сегодняшний день проекту уже более пяти лет. Изначально мы совместно с Уполномоченным по правам человека в Ленинском муниципальном районе придумали такую акцию, когда мы раз в месяц оказывали юридическую помощь в поселениях нашего района. Естественно, бесплатно. И потом из этого уже выросло целое движение. Я взял несколько юристов. Мы начали оказывать юридическую помощь постоянно уже. И раз в неделю сегодня проходят консультации по предварительной записи, где каждый, собственно, житель может получить ответ на злободневный вопрос. За этот, безусловно, важный общественный проект Станислав получил губернаторскую премию второй степени. Здесь он тоже не изменил себе. Потрачена она была на седла и упряжь. Ведь какая казачья станица без лошадей? Тут их больше десятка. За кавалерийскую подготовку в станице отвечает Настя. Верховой ездой занимается не только с казаками, но и со всеми желающими. За это Настя тоже получила губернаторскую премию нашей Подмосковии. Шесть лет назад мы построили ферму и как-то так сложилось в один прекрасный день. Пришел ребенок из деревни и заявил, что он хочет заниматься верховой ездой. И с этого все и началось. Уже пять лет мы занимаемся с детьми, приходят дети из деревни. Сейчас уже дети даже узнают о нас в Москве, приезжают из Москвы дети заниматься. Занимаемся на бесплатной основе. За свои социальные программы станичники ежегодно удостаиваются губернаторских премий. Те из них, кто не получил ее раньше, станут соискателями премий в этом году. Как, например, Павел Колесников, вносящий вклад в дело поддержания правопорядка на территории Ленинского района. Дважды в неделю, это суббота, воскресенье, выходят казаки в патруль. Их можно видеть на Аллее Славы, возле храма. И ЖК Бутово парк. Также планируются еще другие маршруты. У меня выходит каждый день конный патруль. Патрулирует лесопосадку, разведение костров, мангалы. Павел Васильевич казак Донской. После красного террора семья бежала с Дона. Но, несмотря на репрессии и гонения, казачьи традиции в его семье не угасли. Шашка для казака. То же самое, что месть для самурая. Настоящая религия. Клинок передавался от отца к сыну в течение поколений. Да давай, бежать. Делай бежать. Руби. Руби. Соискателем губернаторской премии нашей Подмосковьи может стать каждый. Если вы приносите пользу своему району и ваш проект успешно реализовывается, тогда вы именно тот, на кого и рассчитана премия. Зарегистрируйте заявку до 24 июня и награда обязательно найдет своего героя. Илья Кремнев, Владимир Бежонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.